Здравствуйте всем, меня зовут Моисеева Екатерина, я консультант-аналитик 1С компании CoderLine. Наш сегодняшний вебинар посвящен теме особенностей учета полуфабриката в 1С ERP. Компания CoderLine, это компания 1С франчайзинг, занимается внедрением и обслуживанием программных продуктов 1С. Все контакты вы видите у себя на столе, поэтому в случае каких-то вопросов можете писать, звонить и общаться с коллегами нашими. Давайте посмотрим нашу программу вебинара. Вебинар мы построим следующим образом. Мы рассмотрим с вами вопросы справочников номенклатуры организации учета полуфабрикатов, ресурсную спецификацию. Посмотрим, как ее настраивать отражение полуфабрикатов. Рассмотрим, как отражаются полуфабрикаты при планировании и посмотрим далее отражение в плановой калькуляции. Будем строить с вами свою работу на основании предположения того, что мы производим продукцию. Для примера я беру очень простой пример. Это будет, допустим, таблет, создающий то есть сиденье и, допустим, нескольких ножек, четырех. То есть на основании этого мы будем строить нашу работу. Пока я буду озвучивать, можете написать в комментарии, у кого какие полуфабрикаты, кто с чем работает, будет очень интересно посмотреть. Так, давайте для начала вспомним, что такое вообще полуфабрикат. Полуфабрикат это изделие, которое подверглось первичной обработке, но при этом нуждается в дальнейшей окончательной обработке, чтобы стать пригодным для использования. То есть в данном случае при нашем примере мы будем предполагать, что мы изготавливаем табурет. Мы изготовим сидушку для него, но для того, чтобы дальше его использовать, нам надо собрать к сиденью, добавить ножки. Также давайте себе вначале поставим большой вопрос, к которому придем к концу нашего вебинара. Как же все-таки система понимает, как же система все-таки понимает, что данный продукт является полуфабрикатом. Давайте переходить в систему 1S ERP вместе со мной. Сейчас я переключу демонстрацию. Так, вот мы на начальной странице нашей демо-базы 1S управления ERP. Сейчас я вам покажу, какой у меня релиз. У меня релиз 2.5.11.96. Эту информацию я вам даю для того, чтобы вы понимали, что у некоторых может быть какое-то меню здесь различаться со мной, но функционал в программе построен у всех примерно одинаково, поэтому операции сможете выполнить также. Итак, начнем с того, что все начинается всегда с работы со справочниками, поэтому давайте зайдем на раздел справочников, НСИ и администрирование. Мы открываем и начинаем работу с номенклатурой. Заходим в справочник. Номенклатура. В нашем с вами примере нам нужно добавить сейчас три позиции номенклатуры. Это сидение, это ножки и это сам табурет. Давайте нажимаем кнопочку «Создать». Вид номенклатуры. Вид номенклатуры каждая организация может изменять под себя. То есть этот справочник, он не является сразу преднастроенным. Какие-то позиции, конечно, у вас будут, но здесь можно все менять. В данном случае у меня здесь настроено вид номенклатуры, полуфабрикаты. Я его выбираю. Если у вас нет, вы можете для себя его настроить. Рабочее наименование в данном случае пишем «Венея для табурета вебинар». Так, написали. Теперь смотрим с вами, какие у нас еще есть вкладочки. Вставка НДС у меня стоит 20%. Предполагается, что моя организация использует общую систему налогообложения. Если ваша организация использует, допустим, упрощенную систему налогообложения, то вы здесь должны выбрать без НДС. Выбирайте без НДС. Заполняем единицу хранения. Можно выбрать либо из справочника, либо набрать вручную в штуке. Для наименования для печати, если вы используете печатные формы, вы можете для себя ввести другое наименование, которое будет именно в печатной форме. Заходим на вкладочку «Показать все». Также можете завести артикул, если вам он необходим. Идем в группу из списка. В группы также каждая организация может настроиться к себе, с какой ей удобно работать. То, что вы положите в эту папочку, допустим, полуфабрикаты, свою номенклатуру, это не значит, что она будет все время здесь и не может сюда быть перемещена. Вы можете ее перенести в случае необходимости, потом в другую какую-то папочку. Но для удобства своего, чтобы быстрее обращаться к полуфабрикатам, лучше завести такую папочку и к ней обращаться. Значит, выбираем «Полуфабрикаты». Дальше. Вот именно здесь, где группа финансового учета, у нас настроены счета учета. Если мы зайдем и откроем нашу запись «Полуфабрикаты настройок финансового учета», мы увидим, что у нас есть счета учета стоимости, номенклатура. Значит, на складе 21 счет используется для полуфабрикатов учета на складе. 10.07 в переработке. В данном случае имеется в виду, что если вы будете передавать полуфабрикат в переработку на сторону, то у вас они будут усчитываться на счете 10.07. У нас будет отдельный потом вебинар, посвященный передаче, переработку продукции. Поэтому в рамках другого вебинара просмотрим более подробно. Записать и закрыть. Итак, мы создали вам первую свою запись. Дальше создаем запись ножки для цинолента. Также у нас ставка 20%. Здесь выбираем штуки. Показать все. В группу из списка я выбираю также полуфабрикаты. Так, здесь смотрим, что у группы финансового учета тоже полуфабрикаты. Записали, закрыли. Так, и создаем с вами сам табурет. Табурет. У нас будет либо продукция, либо из дерева, из дерева, изделие. Я выбираю изделие из дерева. Мне так удобно, чтобы хранилось. Группу из списка тоже. Продукция изделия, из дерева. Штуки. Так, напишу, что у нас вебинар. Показать все. Так. И видим, группа финансового учета у меня готовая продукция. То есть, соответственно, здесь будут счета для готовой продукции. Использовать. Записать и закрыть. Так. Мы с вами посмотрели. Теперь идем дальше. Мы записали, с вами создали все номенклатуры. Теперь мы с вами переходим в справочник. Раздел производства. И начинаем заниматься изготовлением ресурсной спецификации. Так, вернемся на минутку к нашей демонстрации. Вот мы с вами прошли номенклатуру. Здесь все подробно расписано, как создавать. И переходим к ресурсной спецификации. Если у кого-то есть вопрос на этом этапе, можете задать. Если нет, идем дальше. К ресурсной спецификации. Так. Значит, переходим к ресурсной спецификации. Можно открыть, опять же, по папочкам создать, себе создать группу, если у вас несколько видов. В данном случае у меня изделие из дерева. И я создаю новую ресурсную спецификацию. Выбираем вариант изготовления сборка. Наименование. Табурет. Вебинар. Номенклатура. В данном случае. Табурет. Вебинар, который мы с вами завели. Здесь ставим один. То есть, я буду рассматривать, показывать, сколько материалов нужно для того, чтобы произвести один табурет. Заходим на вкладочку «Материалы и работа». В этой вкладочке мы с вами покажем, какие материалы мы будем использовать для того, чтобы произвести табурет. Табурет. Мы выбираем сидение для табурета. Вебинар, который мы с вами завели. Количество ставим один. Дальше сейчас расскажу, я добавлю ножки про этапы. Добавляем ножки. Ножка для табурета. И ставим четыре. Если вам нужны какие-то дополнительные характеристики, заполняем характеристики. И смотрим способ получения. В данном случае указан способ получения обеспечивания. Что это означает? Это означает, что данный полуфабрикат будет закупаться. Но нам с вами нужно показать нашей программе, что сидение мы произведем с вами, давайте предположим, сами. А ножки мы закупим. Для того, чтобы показать системе, что мы сидение производим сами, то мы должны поставить вот здесь флажочек произвести по спецификации. и здесь мы должны выбрать спецификацию, которая здесь появится после того, как мы покажем программе, как же производить данное сидение для табурета. Вернемся в ресурсной спецификации. Создадим новую спецификацию изготовления сборка. Вот это запишем такая у нас новая. Так. Создадим изготовление сборка. Пишем, что это у нас сидение для табурета вебинар. Выбираем номенклатуру сидения для табурета вебинар. Ставим, что количество одно. И вот здесь материалы и работы мы покажем с вами сколько нужно нам использовать материала для того, чтобы изготовить одно сидение. я выбираю древесину твердых пород. Предположим, что сидение у нас 40 на 40 сантиметров, соответственно, 0,4 квадратных метра пойдет у нас на то, чтобы изготовить. способ получения обеспечивать, то есть материалы мы закупаем. Если вы ставите галочку обособленно, то это значит, что материалы, которые будут покупаться, они будут учитываться программой обособленно именно под эту спецификацию. Выбираем статью калькуляции и показываем, что это полуфабрикат. Записываем. Для того, чтобы наша с вами спецификация стала действующая, нужно установить статус действует. Поставили и создаем этап производства. Заходим в производственный процесс, добавляем этап. Мы добавили с вами новый этап. Поставим, какое подразделение будет делать данную работу. До данной работы я выберу цех столярных работ. У вас может быть заведен другой цех, который будет выполнять эту работу. Этот цех заводится в структуре предприятия справочники. Выбрали цех, может быть у вас не цех, может у вас какое-то подразделение может быть выполняет. Есть также галочка силами переработчика. Силами переработчика имеется в виду, что если вы поставите галочку, то данную операцию будет выполнять переработчик на стороне. При этом используется схема по довальческому сырью. Опять же напоминаю, что полуфабрикат будет отдельный по этой теме, отдельный вебинар, поэтому я не рассматриваю этот вариант, ставлю собственное. То есть собственными силами мы изготавливаем все. Записать. Так, встану таборета. Теперь у нас здесь должна появиться при способе получения спецификация, которую мы создали для сидения. Выбираем. вот наша с вами созданная спецификация. Подцепляем. Окей. И в данном случае у нас подтянулась статья калькуляции полуфабриката производимой в процессе. А вот для ножек мы решили, что будем их приобретать. Мы поставим, что это покупные комплектующие изделия. Идем на вкладочку производственного процесса поставим этап. Кстати, если у вас отдельно нужно учитывать трудозатраты, положить какие-то по изготовлению этого таборета, то есть вы сюда можете поставить, какие работы, в каком количестве и на какой калькуляции статьи будут использоваться для того, чтобы отражать работы. Переходим на производственный процесс и создаем этап. в данном случае это сборка и для сборки я выберу цех сборка сварки. Точно так же выбрали подразделение, переработку не используем и ставим длительность этапа. Кстати, можно выбрать. У меня стоит один день. Предполагается, что сборка, допустим, табуретов этого подразделения займет один день, но также можно поставить допустим один час. 30 минут. То есть в зависимости от того, сколько времени будет тратить ваше подразделение на производство одной единицы данного изделия. Это необходимо для того, чтобы спланировать в будущем загруженность вашего подразделения. так все мы записываем и устанавливаем статус действует записать и закрыть. Итак, на этом этапе мы с вами показали программе, что наш с вами табурет производится из полуфабриката селения для табурета и покупных ножек. Теперь я вам покажу, как дальше передавать все это в производство. Заходим на вкладочку производства. Производство у нас может быть без заказа либо заказом. Сначала рассмотрим, как произвести без заказа. Заходим в оформление производства без заказа. можно оформить по настройкам, если у вас, либо оформить вручную. Впереди в журнал. Создаем. Производство без заказа. Выбираем организацию. Выпадает справочек организации, если у вас несколько организаций. Выбираете, какая именно организация будет производить данную табурет, данный полуфабрикат, данную продукцию. Группировка затрат может быть по различным видам, по спецификации, по продукции, по документу. Заходим в вкладочку продукции. Добавляем. Мы изготавливаем с вами табурет. Назначение. Имеется в виду, что данный табурет может использоваться для определенного назначения. Тогда мы здесь указываем. То есть от определенного клиента под определенный заказ. Если у вас это не ведется, то, соответственно, мы не указываем. Ставим, сколько нужно нам произвести. Ну, допустим, 5 табуретов. Заходим на вкладочку дополнительно и видим, что у нас есть варианты выпуска по деятельности. По деятельности облагаемой НДС и необлагаемой НДС. В данном случае облагаемая НДС используется при общей системе налогообложения. Необлагаемая НДС, допустим, при упрощенной. Если у вас производится продукция на экспорт, применяется нулевая ставка, поэтому отдельно программа выводит для вас на выбор. Я выбираю у себя облагаемую НДС, потому что на всех этапах я показываю, что я работаю с НДС. Я и когда создавала номенклатуру, показывала НДС и здесь оставляю НДС. Провожу, закрываю. Так. Это мы с вами рассмотрели, как сделать производство без заказа. Вернемся к производству и рассмотрим более длительный этап производства. заказ. когда мы используем заказ. Выбираем организацию. Подразделение диспетчер подразумевается подразделение, которое будет наблюдать за выполнением заказов и контролировать. То есть я выбираю диспетчерскую, если у вас какое-то другое подразделение будет выполнять, соответственно выбираете другое. Тип изготовления сборка. Так у меня остается, потому что табурет мы собираем. Есть вариант ремонт, разборка, утилизация. Можно выбрать направление деятельности, если у вас несколько направлений. Ну, допустим, сейчас я вам покажу. Может быть производственная деятельность, торговая деятельность в организации направилась в справочнике. Может быть производство, может быть торговля. Вот, допустим, какие-то изделия разные. Ну, в данном случае у меня мебель. Я предположу, что табурет у меня школьный. Выберем мебель школьная. Продукция. Табурет вебинар. Назначение, опять же, как и без заказа. В случае, если у вас под определенного клиента под определенный заказ, тогда можно выбрать назначение. Я проставляю пять штук. Мне нужно выпустить получатель. В данном случае получатель это склад, который будет хранить вашу продукцию. У меня это склад готовой продукции. У вас может быть другой склад. здесь мы указываем желательную дату выпуска. Начать не ранее 1 июня, то есть сегодняшнего дня. И, допустим, желаемая дата у меня 3 июня. Дополнительно опять же то же самое меню по видам деятельности для того, чтобы вести аналитику по МДС. Так, провести и закрыть. Так, вернемся в производство. Документы производства все. Вот тут заказ производства без... Так, это просто без заказа, который мы создали. идем в управление очереди заказов. Здесь появляются на этапе наши заказы после того, как заказ переведен действует. То есть для того, чтобы наш с вами заказ начал работать, нужно поставить, что он в производстве. Ставим производство, провести и закрыть. после этого наш с вами заказ попадает в меню управления очередью заказов на производство. Сейчас еще раз покажу, где я его открывала. Производство управления очередью заказов. Теперь мы можем сформировать этапы для выполнения данного производства. мы нажимаем «Сформировать этапы». Выбираем «Сформировать». Так. Сформировано два документа. Заходим в диспетчирование этапов. В данном меню мы видим, что программа просит каждый из этапов уточнить. Причем мы с вами видим, что у нас сформировано два этапа. Первый и второй, потому что спецификации на сидение табурета у нас с вами была подвязана спецификация, где мы показывали, что мы его производим в среде столярных работ, а при сборке мы используем ту спецификацию, тот полуфабрикат, произведенный по той спецификации. Что же здесь нам нужно уточнить? Нам нужно уточнить с вами склад, то есть с какого склада будет обеспечиваться наше производство древесиной. Открываем склады. Ставочник. в данном случае у меня сейчас нет наличия данного материала. В случае, если у вас на каком-то складе есть материал, то программа вам автоматически выдаст, на каком складе есть данный материал. Допустим, я выбираю склад отдела снабжения, то есть этот склад меня снабжит. Снабжит данным материалом. Так, мы поставили и задали ему, что да, он не осомнит данным материалом. Проводим. Так, еще получатель тоже склад. Склад готовой продукции. То есть, кто так, для данного лучше выбрать не склад готовой продукции, а склад полуфабрикатов, потому что это мы рассматриваем сейчас сидение. То есть, сидение поступит у нас на склад полуфабрикатов. Так, и второй. Вторая. Второй наш этап. Также мы показываем, с какого склада мы получим со склада полуфабрикатов. и ножки для табурета. Со склада тоже отдел снабжения. сразу программа считает, сидений, сколько ножек нам потребуется. Так, заходим на вкладочку выпуск. Смотрим, что у нас подошел склад готовой продукции. Ставим, что это сформирован, сформирован. Можем провести. на данном этапе мы с вами можем получить отчеты. Можем посмотреть контроль движения продукции материалов, смотрим, можем посмотреть ход выполнения производственных операций. Итак, мы с вами создали два этапа и видим, что на первом этапе 1 июня у нас будет создано сидение для табурета и на следующий день, так как я везде ставила периодичность день для спецификации, что нужен день, чтобы создать табурет, тогда здесь ставится день, затрата день исходит из спецификации, где ставила сколько времени нужно для того, чтобы изготовить данное комплектующее. Итак, мы просмотрели с вами производство, запустили диспетчирование этапов, теперь перейдем к вопросу планирования. Значит, планирование у нас производится на вкладочке бюджетирование и планирование. Мы с вами заходим в план производства. Планами производства занимаются организации, которые ведут в себя плановые работы. в данном плане мы можем поставить сколько мы планируем изготовить продукции готовой из полуфабрикатов, допустим, в течение месяца. Для этого мы ставим период с первого оперативный план. Сначала выбираем на неделю мы хотим или на месяц. Оставляем неделю. выбираем июнь, месяц подразделения диспетчер и переходим на вкладку продукция. На вкладке продукция я выбираю, что я планирую изготовить таблет вебинар. спецификация табурет. Количество будет исходить из того, сколько я понедельно хочу изготовить данных табуретов. Я ставлю, что каждую неделю я хочу изготавливать по пять табуретов. на вкладке основное мы задавали с вами период. Период выдается с начала недели, так как недельный у нас план, поэтому здесь такие даты с 29 мая по 2 июля, то есть начало и конец недели. Продукцию мы заполнили, видим, что программа просуннировала и общее количество вывела 25 табуретов по 5 табуретов в неделю. Так, потребность на материалах оставляем наиболее вероятную, можно выбрать оптимистичный прогноз либо оптимистичный. Проводим. и давайте посмотрим, какие потребности в материалах для нас рассчитала программа. То есть мы видим, что для плана производства нашего месячного нам необходимо с вами закупить древесину твердых пород и ножки для потапурета в количестве 100 штук. Так, можем посмотреть. Здесь мы не задавали вкладку полуфабрикатов и, кстати, при нашей видеопроизводстве, которая показала, используется тянущая система, то есть поэтапная система подтягивает один этап за другим, поэтому считает сразу, сколько нужно материалов, а не сколько нужно полуфабрикаторов. теперь перейдем к вопросу плановых калькуляций. Зайдем с вами в производство и посмотрим плановую калькуляцию. подразделение подразделения для нашего цеха. Смотрим ресурсные спецификации. плановая плановая калькуляция для создания пяти табуретов. Виды цен материалов мы выбираем. В данном случае у нас есть оптовые, розничные цены, себестоимость, то есть по какой цене будет считаться наша калькуляция. В данном случае можно выбрать допустим себестоимость либо плановая цена. Проводим. Калькуляция рассчитана с ошибкой, потому что у меня не установлены цены. То есть когда мы я использовала и ножки, и древесину, нигде покупки не было, цены не заданы, поэтому в данном случае цены не установились. В случае, когда вы будете уже у себя делать и будете оприходовать материалы, все, то есть все цены будут подтягиваться автоматически. Так. Ну, давайте с вами еще раз пройдем, что мы сегодня рассмотрели за наш вебинар. И придем к вопросу, как же все-таки система начинает распознавать, что мы используем полуфабрикат. То есть давайте зайдем еще раз в самое начало номенклатуру, когда мы создавали наше сиденье. Я выбрала свою группу, в которой находится. вот здесь я вам хочу показать в карточке, что несмотря на то, что мы с вами написали, что у нас полуфабрикат и вид номенклатуры для меня это полуфабрикат, все равно система считает, что это товар. У системы тип номенклатуры всего четыре вида товар, услуга, работы и тара. Все, что можно продать, грубо говоря, для системы это товар. Поэтому тип номенклатуры здесь во всех стоит товар, во всех номенклатурах. Но потом, когда мы с вами зашли в производство и создали ресурсную спецификацию для табурета, именно в ней мы своими действиями показали, что данное сидение является полуфабрикатом. Почему? Потому что мы показали, что оно производится по спецификации. У нас есть производство этого сидения, которое мы изготовили, но оно требует дальнейшей переработки. Также когда мы с вами рассматривали этапы, мы увидели, что организация сама система разбила нам наше производство на этапы и показала, что на первом этапе мы производим полуфабрикат, сидение, и при этом получать ли у нас склад полуфабрикатов мы с вами поставили. и на втором этапе мы уже из этого полуфабриката собрали с вами таблет. Так, теперь я готова ответить на ваши вопросы, у кого какие есть. Давайте посмотрим. Прошу вас задать вопросы, у кого что накопилось, пока не вижу. Так, пользователь Егор спрашивает, подразделение диспетчер можно задавать какое угодно, не обязательно участвующее в производстве цеха. Подразделение диспетчер вы выбираете то, которое у вас будет заниматься диспетчированием производства непосредственно в структуре, которая будет. то есть именно из этого места можно будет потом смотреть диспетчирование этапов. Так, сейчас я зайду. Диспетчирование этапов. При настройке допустим рабочего места для определенного места работы, допустим, для диспетчирования будут выходить согласно этого подразделения определенные этапы, что в производстве, что завершено, то есть эти вот наши этапы, которые мы с вами делали, именно он здесь может их запускать и делать. Но диспетчирование, то есть выбираете, наделяете вы. Андрей, были просто наработки, Андрей спрашивает, в одном месте указали табурет вебинара, потом истрали на табурет, в чем разница. Были табурет, я в три наработках указывала, а табурет вебинар мы с вами завелись вместе в процессе, разницы нет, все одинаково, просто в данный момент эта номенклатура понадобилась. Так, спрашивает гость, подскажите, пожалуйста, в самой номенклатуре не настраивается вид производства, чтобы каждый раз рисунка не указывать, а автоматически подтягивалась из номенклатуры. Например, у нас на производстве четко известно, какие материалы закупаемые, а какие собственного производства. К сожалению, ресурсную спецификацию все равно вам придется делать, а в самой номенклатуре можно настроить не вид производства, а для удобства, как я вам показала, только группы, в которые вы размещаете, и вид для вашего пользования, но спецификация в любом случае делается. я напоминаю еще раз, что вебинар проводила компания Кодерлайн, Кодерлайн компания 1С франчайзинг занимается внедрением и обслуживанием программных продуктов 1С, имеет большое количество специалистов, по всем вашим вопросам вы можете обращаться по электронной почте, либо по номеру телефона. Я с вами прощаюсь. На этом наш вебинар окончен.